Друзья, всем привет! В эфире канал Вечерний Садовой. И сегодня мы посетим необычное место. Я в нем уже нахожусь, но начало моего пути будет с улицы. В общем, это необычный внутренний дворик, который находится в Минске по улице Притыцкого. Я сюда попал чисто случайно, но здесь очень много разных артефактов. Вот в таком вот прохожем подъезде. Видите, куча старых чемоданов, всего-всего. Какая-то внутренняя дверь. В общем, будем исследовать внутренний дворик с секретом. Смотрите. Вот этот дом, который находится по адресу на улице Притыцкого, на станции метро Спортивная. Он расположен на одном стиловате, вот на этом большом. В блоге Дениса Блеща я увидел его внутреннее расследование городское про этот дом. Дело в том, что он имеет несколько внутренних двориков. Видите, в которых нету доступа простым людям с улицы. Получается, этим внутренним двориком могут пользоваться только жильцы. И там есть сквозные подъезды. Об этом говорят вот эти вот деревца, которые растут вон там, вон там и дальше. Получается, здесь есть то ли два, то ли три таких внутренних двориках. Сейчас я попытаюсь туда проникнуть, чтобы посмотреть, что вообще там происходит. Дом длинный, тут расположена стоматология. И попасть в эти внутренние дворики возможно только либо через эти объекты, либо через подъезды. Начинаем с объекта стоматологии. Вот я уже вышел на станцию метро «Спортивная». И сейчас приду туда, где находится этот чудо-дом с этими уникальными внутренними двориками. Они просто заключены в такой колодец внутри этого стилобата. И выход в эти дворики есть только у владельцев либо какой-то площади на первом этаже, либо у конкретно жильцов этого дома. Посмотрим, с кем мы найдем общий язык первыми и как мы туда попадем. Смотрите, вот этот дом на Притыцкого, 42. Он уникален сразу в нескольких моментах. Значит, во-первых, здесь, я прочитал это в блоге, это моя настольная книга «Минска Минчанин», телеграм-канал, который ведет известный урбанист Денис Блищ. Это такой Варламов наших дней, города Минска. Значит, в этом доме, на Притыцкого, 42, первый этаж отдан по всякие разные бизнеса, офиса и заведения для развития инфраструктуры. Здесь есть один нижний стилобат, где размещаются всякие разные учреждения типа зубная поликлиника, стоматология, магазины, кофейни. Но выстроено это так, что здесь получилось несколько внутренних двориков. Вот вы видите вот эти взрослые деревья, которые находятся как бы за магазином. К ним обычный человек туда внутрь пройти не может. Это есть внутренний дворик, к которому имеют доступ только жильцы нескольких подъездов. И таких внутренних двориков в этом доме на Притыцкого, 42, насчитывается три. Очень хотелось в них внутри побывать. Кроме того, этот дом еще удивителен тем, что здесь снимался фильм, и он попал в кадр в советском фильме «Задача с тремя неизвестными», где герой Бориса Щербакова, молодой такой в шубе бандитского вида, играет бандита, он проходит как раз мимо этого дома. Я вам потом покажу характерные архитектурные особенности, что это было снято именно около этого дома в свое время. В общем, дом уникальный, пошлите его смотреть. Дело, ребятушки, нехитрое. Нам нужно зайти в стоматологию, пройтись по ее внутренним коридорам, найти окна, выходящие в этот внутренний дворик, и попробовать пробраться через эти окна. Это план номер один. План номер два, если мы не сможем через стоматологию зайти в этот внутренний дворик, мы уже тогда будем ломиться через жильцов этого дома, через подъезды. Посмотрим, какой план сработает первым. Итак, друзья, вот оно окошко. Получается, вход в этот дворик возможен либо через два подъезда в этом доме, либо через окошко стоматологии. Вот сейчас мы движемся туда. Видите, вот тут понижение. И можно туда пробраться. Вот как выглядит этот внутренний дворик. Вон всякие окошечки ползают. И не одна. Вон они. Деревья. Вон калина, рябина. Вот еще показываю, как выглядит этот внутренний дворик. Вон точно. Вот есть подъезд. Вот он. То есть теоретически можно в него пройти не через окно. Ну что, будем пробовать. И там тоже. Это получается зубной поликлиники. Вот как выглядит продолжение этого внутреннего дворика. Один кто побежал, а рыженький сидит. И вот этот дворик заканчивается внутренний. Еще один подъезд. Получается, у него есть два входа. Или можно сигануть через вот это окно. Записываю это видео с этого внутреннего дворика. А вот как он выглядит реально. Я оказался в этом внутреннем дворике. Перелез просто через окно. И вот я иду по его периметру. Давайте я сейчас переключу камеру и покажу, как это все выглядит. Вот я нахожусь в этом одном из внутренним дворики. Самым первым. Я попал сюда через зубную поликлинику. Вот у меня за спиной стенка зубной поликлиники. Лестница на крышу. Здесь всякие мисочки для котов. Вентиляция. Вот, кстати, пуфик. Но вот эта дверь, она открыта. Смотрите, что творится здесь. Всякие разные приблуды. Какая-то сумочка. Всякие разные кольца. Вот такая вот баночка. В общем, это какой-то прохожий подъезд, но тут такая, как дворницкая. Всякие разные тетради. Учебники. Вот, пожалуйста, английский язык. Чья-то квартира. Вот я даже вижу через замочную скважину, видно, что там подъезд. Вон подъезд и лестничная площадка. И просто закрыта дверь, но она даже, прости господи, с глазком. Можем посмотреть глазок. Так, тут у нас какие-то картины скинули. Тут у нас мешок с лотками яиц. Тут всякие разные ремонтные штуки. Тут банки. Сейчас, кстати, осень, поэтому закатки в самое то. Вот всякие разные. Снова книжки, пылесос внезапно. Короче, как я понял, тут какой-то хитрый сосед просто забрал это пространство себе и сделал из него свою хламовую. Потому что тут лежат всякие там кастрюли, мультиварки, какие-то еще приблуды. И так как снаружи это все не закрыто, вот, пожалуйста, вам с этой стороны спокойно открыта дверь. Итак, первый подъезд мы обследовали. Здесь лежат всякий разный бытовой хлам, который хранят, видимо, кто-то из жрецов этого дома. А мы пойдем все дальше. Вон котик сидит, я его уже снимал. Вот здесь вообще для кота полный комплект. Тут, кстати, получше все обустроено. Тоже какие-то личные вещи. А, смотрите, самовар, шейная машинка, всякая, фотоаппарат. Вообще, тут крутяк, труба. Чемодан старый. Ковер. Классно. В общем, тут всякие картины с Мерлин. Чайцы, свет. Вот. Класс, чемодан, это тесто здоровое. Тут всякая красная труба. Телефон старый. Электролобзик, еще один старый чемодан. Ребятки, тут вообще все отлично организовано. Для кота есть и еда, и миски с едой, и вода, и игрушки. Ну, пройдемся дальше. Здесь куча всякого такого мусора. Ну, вот так выглядит в целом этот внутренний двор. Ребятушки, у меня созрел в голове еще третий план. Вот этот внутренний дворик видно, да, по вот этим вот деревьям, которые растут внутри. Получается, вот к ним нету доступа. Вот первый из этих двориков, это вот он перед вами. И здесь стоят какие-то строительные леса, предвинутые. И ход на эту крышу. И, видимо, если у меня не сработает план номер 1 и номер 2, есть план номер 3. Я просто вот по этим лесам заберусь туда наверх и посмотрю, что надо посмотреть. Твою мать, блядь! Чего мы здесь происходим? Спасибо. Вот, ребятки, я смотрю на этот внутренний дворик со стороны крыши. Вот так вот он выглядит круто. Аккуратненько я залез и иду вот в этот внутренний дворик, и буду смотреть на него вот так вот с крыши. Я сейчас переключу камеру и буду вам показывать с крыши. Собственно, вы сами все видите. Было в блоге Блеща сказано, что это девятиэтажка, но на самом деле я вот посчитал 3, 3, 3 и 1. Это всякая, все-таки это девятиэтажка. Вон этот котик вам уже приглянулся, вы его уже видели в начале видео, рыженький сидит. Вот эта лесенка, которую я снимал снизу. Можно было забраться и по ней, но раз нам вызло и мы забрались сверху, то я вам пофоткаю еще и поснимаю этот дворик сверху стоматологии. То есть мы сейчас движемся по крыше стоматологии. Вот этот первый подъезд, который захламленный, и вот второй подъезд, на котором вот эти вот все старые рэджи лежат, где сделан такой подъезд-музей. А? Ну вот, мы в вагончике этих по благоустройству. Внутри. Нет, я там работаю, я не живу в вагончике. В общем, ребятки, так. Тут этот котик побежал. Слушайте, а скажите еще, а в этом дворе вообще люди отдыхают, гуляют или что? А. Так а кто сюда имеет доступ? Тут же есть эти подъезды внутренние. А? А, и никто сюда не может выйти из людей. Ну понятно. Вот один внутренний дворик. Собственно, на один. Сейчас попробую дойти до второго. Вон, кстати, чай Гринфилд кто-то бросил. Здесь крыши вообще можно попасть на балкон. А вот так выглядит второй внутренний дворик. Он после арки идет вон там. Сейчас мы в него тоже будем пытаться попасть. Друзья, товарищи, сработал и план А, и план Б. Я посетил этот дворик и через стоматологию, и еще немножко поснимал его вот вам с крыши отсюда. Теперь можно брать рюкзачок и топать обратно вниз по этим лесам. Блин, какие шадучие леса современные. Это просто ужас. Так, все. Спускаемся вниз. В общем, второй, третий даже вариант попасть в этот дворик. Видите, все на изи. Все на изи. Я зашел во внутренний двор этого дома. Вот он, на Притыцкого, 42. И сейчас покажу, как выглядят эти выступы, благодаря которым эти внутренние дворики и образуются. Сделано это для того, чтобы в нижние этажи вот этих квартир, которые выходят окнами на Притыцкого, попадал солнечный свет. И такой внутренний дворик – это, по сути, очень большая роскошь для жильцов. Особенно и звучит, что этот дом строили в 70-е. Очень жаль, что эти дворики не используются по такому прямому назначению устроить там челзону. В Новый Боровой, вот пример, да, там как используют каждый буквально метр какого-то свободного пространства. Здесь можно сделать было точно такие же кайфы, и чтобы несколько там квартир, первого там или второго этажа, кайфовали бы от пребывания на этом внутреннем дворике. Но, как говорится, имеем то, что имеем. Вот, получается, идут два подъезда этого дома, и вот здесь они делают выступ. И вот эти вот два подъезда, они и являются сквозными, через которые можно попасть в эти внутренние закрытые дворы. То есть, по сути, туда могут пройти только жихары этих домов. Вот сейчас мы, кстати, и спросим. Здрасте, извините, слушайте, а вы живете тут? Да. А не подскажите, у вас вот вход в этот внутренний дворик, а вы не имеете в него доступ? Я нет, скорее всего, такого, кто, наверное, уже живет, а необычно. Я в свое время, когда мне могу куда попасть, что-то падало. Но это было очень давно. Сейчас, не знаю, есть ли мне ключей или нет. Расскажите, как их используют? Ну, там, кто-то чилит, тусит, или там склад чего-то. Нет, там коты просто. Слушайте, а чисто теоретически можно кому-нибудь войти в доверие и прийти просто пофоткать там, смотри. Очень интересен этот внутренний дворик. Ну, я знаю, что их тут несколько. Если бы они можно любить, то было бы интересно. Я просто снимаю видеоблог про всякие такие городские, необычные... Ну, там ничего необычного. Да, но в смысле, что это единственный дом, у кого есть такие внутренние дворики. Да, потому что раньше был выход на ту сторону, когда построились. Потом достроили поликлинику и пробили здесь выход. А, то есть сначала не было поликлиники, и это был сквозной падик. Был подъезд, чтобы выход на ту сторону. Вот, это прикольно вообще. Потом достроили поликлинику. И он стал внутренним. Вот это да. Я не знал, кстати, этого. Я думал, что так сразу архитектор типа залаживал. Этот подъезд имеет этот выход, правильно? Да, судя по выступу. Есть, никто там не выходит. Есть ли... А, ну, может, кто-то выходит, что-то там убирает иногда. Ну, так там никто не щитит, никто... Ну, чисто в теории жильцы могут там взять, растерить газонную траву, поставить лежаки и тусить. Это же как бы ваше? Ну, как наше? Ну, общественно. Коляски вот хранят же в подъезде, в общем. Потому что грешно не использовать такой дворик. Вот в Новой Боровой он бы уже, знаете, как выглядел бы, если бы он находился там. А может быть, вы его уже и засрали. Там окна выходят, там зубная поликлиника, и может тоже, а может нет. А, типа, что поликлиника на ДБ может встать? А, да, потому что окна смотрят, нет. А там смотрят окна во внутренний дворик. Там окна смотрят во внутренний дворик, и поэтому, и, по-моему, возможно, нам даже кабинеты. И это или коридор, или кабинеты, и, может быть, не будет не очень... Не очень приятно. Там растут кусты, там растут деревья, кошеков гоняют сороки периодически, и все. Как бы, ничего такого там криминального нет, чтобы там был мусор, по-моему, там периодически, или зубная поликлиника, что-то открывают, ну, там, что-нибудь есть. Прибирают. Ну, или, да, прибирают. А так просто. Зелень и капель. А ясно. Хорошо. Так, подойдите на первый этаж, может у вас обычно, может у них часы и есть. Так, говорит, наглость. Что, да, попробуй, они закрыты. Я давным-давно где-то... А какой бабулечке лучше, с правой или с левой? Не знаю. Вот тут я вам уже не расскажу. Хорошо, ладно, попробуйте. Спасибо. Вы поняли, да, что я нахожусь с обратной стороны этой двери, которую я утром уже снимал. Она тут даже конкретно закрыт, он такой замок, прям навесной. А вот вторая. Спятие. Ой, здесь же, распятие, молитва, причем водитель. Видите, еще всякие разные вот радуга уже запрещена, она тут пригрелась. Вот такой-то бугайчик. Я как будто в детской поликлинике. И тут тоже на стенах такой вот арт в виде жар-птицы. Тут тоже птушки всякие по стенах летают. О, подъезд, конечно, мрачноват. И, конечно же, никого нету. Ну, в общем, вот эта дверь есть. Тоже такой пинануар в виде дуба. Какие-то совушки. Вот тут всякие почтовые ящики. Итак, в одном подъезде две квартиры, но в обеденное время, в будний день в них никого нету. Поэтому попробуем ломануться во второй подъезд. Может быть, там же хоры будут дома. И по стечению обстоятельств будут еще и лояльны к таким вот блогерам залетным, как я. Романтикам с большой дороги. Вот этот внутренний дворик. Что ж, ребята... Здрасте, извините. А вы не с этого дома? Не с 46-го? С этого дома. Слушайте, я снимаю видео про внутренний дворик. Блог. А у вас нету случайно? Ну, понимаете, о чем я говорю? Такой внутренний дворик, в который есть доступ с того и с того подъезда. А вы не живете там, не имеете ли вы к нему доступ? Или не видно ли его из вашего окна с целью походить? Извините. Здрасте. Слушайте, я извиняюсь, такой нескромный вопрос. А вот с этого подъезда? Нет. Мне еще туда дальше идти. Слушайте, а вы не в том подъезде живете, где есть такой внутренний дворик? Нет. Понимаете, о чем я говорю? Я вот следующий. Ну, вот этот дом. Мне важно, чем без внутреннего дворика. А с этого подъезда вы никого не знаете? Может, какой Степановый, Ивановый? Это 46-е, а я в 42-м. Никого тут вообще не знаю. А, это другой дом, 46 считается. Да, да. А тот по длине 42. Этот, наоборот, длиннее. Какой? Ваш? Вот этот. Наш 6 подъездов, а этот, наверное, 7 или 8. Так вот же два я пока насчитал подъезда. Оттуда дальше. До самой доронды. Ну, вот раз и два. Ну, а дальше подъезды. До самой доронды. А-а-а. До жудро. До самого жудро. Я понял. У нас 6 подъезда. А что вы знаете, может, интересное про этот дом? Нет. И ничего не происходило за всю жизнь интересного? Ну, ничего такого сверхъестественного. Может, что и происходило, но я не в курсе. Ну, ясно. Ну, ладно. Мне, вообще, в этот подъезд надо. Я думал, вы знаете какого-нибудь же хора или же харку. Ну, не знаю. Не знаю. Ну, ясно. Ну, ладно. Пожилые умирают. А у меня такая квартира продает. Здрасте. Я извиняюсь. Ребята. Ребята, я зашел в подъезд этого дома, где был необычный коллекционер, а такой подъезд. И я вижу, что я на верном пути, потому что, глядите, какая здесь у человека тоже колыханка. Посмотрите. Прямо в подъезде, в общем, коридорчике стоит зона. Вот такая интересная дверь, амбарный. Вот этот замок. Это и есть ход в ту дверь. Вот действительно с секретиком. Лает собака. Здесь разрисовано все. Я даже догадываюсь, где живет хозяин вот этой вот дворка с Эйнштейном и Мэрилиной Манруа. Мне кажется, что только он мог сделать себе вот такую вот стукалку. Глядите. И позвонок тоже в виде льва. Я как будто попадаю в царство. Друзья, реально журналистская удача. Я зашел в подъезд этого дворика и нечаянно встретился с хозяином, который автор всей вот этой красоты, которую я снимал до этого. И сейчас я с ним побеседую и вам потом расскажу, что вообще тут происходит. Студентов с художественной академии, который, ну, так сказать, оплатил эту работу, как бы, ну, а то, что здесь, то, что в доме сделано, это я сам делал своими руками. А там то, что нарисовано в подъезде, ну, я сам не художник, а просто... Вы сделали просто для души и привлекли. Да, просто не хотел, ну, устал жить в этой всерости, в... 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 Соня. Ой. Ну, это я ее раздраконил. В однообразии, поэтому захотелось каких-то красок и больше... Ну, больше позитива. Вот, поэтому... Ну, я честно скажу, этот подъезд вот внутри, очень даже благодаря вам заряжен позитивом. И я вижу у вас очень много артефактов, вот, за которые цепляется глаз. Ну, да, я обычно встречаю нам в ресторанах, в музеях. Да, это ретроман это называется. То есть, люблю всякое старье, всякое такое... А вы на барахолке на Поле чудес бываете? Да, да, бываю. И... Ну, вот это вот, как бы, моя тема, что мне нравятся все старые вещи. А может, вы смотрите блог, есть такой блог, Максим Лэм, Витя Мусорщик, они снимаются на ютубе? Витя Мусорщик, да, как-то попадался мне. Ну, не так, чтобы смотрю, но попадался... Дело в том, что я тоже снимаю блог, и я его хорошо знаю. И у нас много вместе совместных роликов даже есть. И я у него, и он у меня. Поэтому... Не встречал. Ну, я попадался, я кусками смотрел, да. Ну, так как близко мне эта тема, поэтому... Поэтому смотрел. Ну, и я тоже скажу от себя, что я люблю барахолку, и вот даже те вещи, которые я наблюдаю, у нас многое перекликается. У меня есть утюг такой старый, естественно. У меня есть... У меня вон еще такой утюг. А, у вас покруче вот такой есть. С трубой. Да, 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 с трубой тоже прикольно. У меня есть вот это вот кофемолка, зернятки молоть. У меня есть клоун, только большой и старый. У вас вот такие сувенирные, а у меня есть какие-то савдеповские. С клоунами смешно, получается, вот эту полку я делал сам и красил ее. А потом нашел эти клоуны, и они полностью по расцветке совпали с полкой. Хотя разница у них там три года была. Полку я делал раньше, такую цветную, а потом смотрю, клоуны, то есть у таких же расцветок, как и полка. И вот поэтому... А вы были в Лошадце, была прошлой осенью выставка утюгов самых разных. Не попадали? Сюда в Сумку съездил. Она, наверное, эта экспозиция была передвижная, потому что я случайно заехал в Лошадцу, ну туда, в этот деревянный домик. И там случайно была выставка утюгов, там всяких разных. Я просто заметил, что у вас их больше трех. Ну, наверное, вы проявляете к ним. Интересно. А это капкан, наверное, для животного? Это безмен старый, взвешивать. А, все-все-все, да-да, я не... Обычно безмен с палкой, а тут он такой... Ну, только он висит на том крючке, на котором надо взвешивать, а за кольцо за это надо держаться. А, да, вон и мерное, это полумесяц такой мерный. А вот цюги еще есть на балконе. Ой, ну не откажусь. И еще вот эта вот штука у меня точно такая же в хате на дачном, кто помнит, в квартире. Ну, вот этот вот винтажный. И рейлинги такие. Ну, в общем, очень похоже. Ух ты! Тишки всякие. Ребята. Ребята. Как у меня в хате, только круче. Только на балконе. Нет, значит, я просто живу в доме, но у меня, когда я жил в квартире, у меня тоже был такой балкон утепленный, там была, ну, в общем, буфет, и там тоже весь... И сейчас до сих пор там лежит всякая якая. Ребят, чтобы вы понимали, вот этот вот музейный балкон, где всякая якая. Видите, как собрано все уникально? Фонарик. Вот такое бомбическое зеркало. И все это выходит на балкон вот этого внутреннего дворика. Вообще, так как, может быть, скажите еще пару слов про внутренний дворик? А его не было, потому что построили эту зубную клинику, вот она. То есть дворика не было, а потом получилось, что закрыли зубной клиникой этот выход на улицу, и получился как бы... Патио там. Внутренний дворик. Я еще удивился, что никакие жильцы не дерзнули и не сделали здесь какую-то чел-зону, чтобы со всеми... С кальянами, с лежаками... Сверху выкидывают бутылки, может, по голове попасть. Ну, прикольно. Ну, зато коту. И я обнаружил, что тут много котов пока снимал. Там рыжий такой бегает. Соседка подкармливает, они тут ходят. О, кстати, старая... Обратите внимание, вот это старая гостиница Европа. Фотография гостиницы, которую сейчас восстановили на площади Свободы. Вот. А это старый отель Европа тех лет. А вот эту, кстати, тумбочку я на мусорке подобрал. Я ее реставрировал, но вообще тумбочка интересная. Она была на мусорке на коммунистической улице, просто стояла. Вот. Классная тумбочка. Ну, меня и ваза это удивляет. Ну, вот. Таз. Не медный, а латунь. Очень стильно. Ну, а вот это, кстати, ами мебель. У меня такая же постамена по телекам. Очень круто. Я, если честно, когда снимал, как я на вас набрел. Я изначально снимал снутри, с этого дворика. Зашел в падик, но с той стороны. Видел, что у вас там труба. И то еще лежит. Все снял. Ушел. А потом, когда мы сейчас начали верстать выпуск с моим, ну, вторым товарищем. Маданы мои эти тоже. Да, да, да. Второй товарищ, который тоже будет завтра публиковать, он говорит, слушай, говорит, я сомневаюсь, что стоит ли публиковать заход в этот подъезд. Вдруг это частное. Слушай, говорю, давай, чтобы не было такого. Я сейчас схожу, постараюсь найти этого жильца, кому это принадлежит. Ну, и спросить хотя бы его разрешение. Вот. То есть я заходил уже сюда с утра. Да, да. Прошел, снял, удивился и вышел. Вот. Ну, а потом же решил, что нужно все-таки снять, потому что мало ли там вы увидите на ютубе и скажете, ой, это же мое, а тут самовар стоял. Пропал, да. Пропал, кстати, кувшин 906 года, который вот здесь стоял, вот еще осталось место незапыленное. А, то есть кто-то вскрысил когда-то? Да, да. Прям зашел с тыла? Нет, отсюда тут ходит иногда жест, да, убирать, и я не помню в какой момент, но я такой смотрю, зашел там, неделю не был, хоп, кувшина нету, кувшину, ладно. Хорошо. Ну, слушайте, с меня тогда, то, что вы все показали, с меня утюг. Я часто снимаю заброшки, и утюги иногда попадаются, я их не коллекционирую, я коллекционирую уличные таблички, вот эти с названиями улиц, вот, а утюги не в сфере моих интересов, но если я вдруг найду, то, конечно же, зацеплю его вам. Супер, ну, очень круто, и вот, хорошо. Ребятки, ну, в общем, вот эта дверь в Нарнию, вот действительно, что называется, нет, а, ну, в смысле, снимал на видео, да, 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 я сюда сразу, да. Вот это действительно дверь в Нарнию, вот эта квартира с секретами, ну, такого я не ожидал, конечно, увидеть. Ну, то есть, в Минске, конечно, это было ожидаемо, что в городе Миллионике вот есть такие творческие люди, и есть такие вот квартиры, где вот собираются всякие артефакты. Ну, вот что, прям с колес я увижу и все посмотрю, это интересно. Жили в одни и те же годы. Мерлин Монро, Эйнштейн и Че Гевара жили в одни и те же годы, и больше всех... Эйнштейн, кстати, по-моему, в 72-м году только умер. Ну, эти-то точно рано. Да, эти рано, но они все жили вот 920-й, 70-й. А хотя я думал, что это из разных эпох, а все оказалось, что все в одно и то же время жили. Ложка, палец, зубр, телефончик такой товарищу Сталину звонить. Ну, естественно, вот все это стоит не на столике, а на сторонине от швейной машинки, видите, да? Многие из нее мангалы делают, а тут она выполняет функцию столика. А вы не бывали в Киеве на Троещине в этом подъезде? Понимаете, о чем я? Нет, в Киеве в городе. Да. В Киеве был, но давно был, и в подъезде не был. Ну, вы понимаете, о каком подъезде я веду речь? В Троещине в нулевые годы был такой сумасшедший, в хорошем смысле слова, подъезд, когда такая художница, девушка, она украсила, ну, мало того, что свою квартиру, она сделала еще вот все внутреннее пространство квартир. Подъезд лифт сделала в таком психоделическом стиле, то есть она там стены разрисовала, всяких кукол таких, повставляла им в глаза светодиоды, они такие там. Не, не видел. И, в общем, туда паломничали люди, но не осмотрели, там даже Артемий Лебедев этот подъезд хвалил, и я о нем много читал, и однажды, когда я был в Киеве, я специально поехал туда и его посмотрел. То есть эту девушку я не застал в тот день, но подъезд пофоткал и прикоснулся к этому. И через два года вот его не стало. Ну, это продала. Первый дворик, в котором мы побывали, он находится именно на Притыцкого, 46, а 42 это дом, который идет туда дальше, к Мушкинской. Вот, он длинный, да, и имеет два номера. Вот, помните об этом. Ну, видите, такой необычный дом во всех смыслах этого слова. Круто. В телеграме называется Денис Блищ. Блищ. На конце ща? Да, ща. Это называется в телеграме Минск и Минчанин. Помните, как Гильяровский, Москва и москвичи, а тут Минск и Минчанин. Это в телеге. Да. А мой Ютуб будет. Будет называться Вечерний Садовой. Друзья, один дворик есть. А если вы хотите посмотреть второй дворик, поставьте этому видео как можно больше лайков и комментариев. И тогда я ради вас пойду на крайние меры и проберусь в следующий внутренний дворик. И тоже изучу, поговорю. В общем, все узнаю. Вот тут вот. Итак, вот это второй дворик, а вот это вот дворик номер три. И вот этот барельеф, который в фильме с Борисом Щербаковым, его ни с чем не спутать. Видите? То есть в 79 году уже существовала эта пристройка, около которой прямо снималось кино. У меня позади за спиной остался дом Притыцкого 42, который мы исследовали, внутренний дворик. А вот еще один аспект из городского планирования тоже подсосал в блоге у Дениса Блеща Минска Минчанин. Видите, вот эта адресная табличка Притыцкого 40 сделана фирменным шрифтом и в фирменных цветах Виталюра. Когда Виталюр арендовал где-то помещение под свои магазины, он не только делал полностью бренд-бук помещения, но еще и дотягивался до всяких разных уличных табличек и артефактов. На выезде Суручья в сторону Курганославы, в магазин там даже указатель такой есть, Виталюр. Он до сих пор стоит, хотя магазин уже Санта. И здесь тоже Санта полностью поменяла все внешние атрибуты, вывески. А вот адресная табличка осталась именно конкретная Виталюровская в его шрифте, в его корпоративных цветах. Настолько этот магазин заморочился с позиционированием себя в городе. Вот такой вот насыщенный на исторические события, на архитектурные странности и на творческих людей, населяющих его, дом мы посетили. Значит, Притыцкого мы были в доме все-таки 46. Вот эта длинная часть, это 46-й дом, и дальше к пушкарям уже идет 42. С вами был канал Вечерний Садовой. Если вам зашло это видео, если вы хотите, чтобы я снял следующие два внутренних дворика этого дома, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и главное комментируйте. Всем пока, ребята, всем пока. Вечерний Садовой Вечерний Садовой Вечерний Садовой